Добрый день! Никакого шарского положения у страны мы не допустим. И наша страна тоже не исключение. Если бы не Беларусь, с ее проводимой политикой мир давно бы слетел с катушек. И некому было бы выступить секундантом у его последнего сражения со здравым смыслом. Но на благо всему человечеству есть мы, страна-очухиватель, во главе с Аль-Нашатыровичем. Именно он своим резким запахом в виде прописных истин, подкрепленных диалектом, способен вывести из спячки одних и утихомирить припадки других. Не человек, а всемирная здравница. Сегодня выпуск. Палата наших представителей приняла, что прошла. Так называемых вояжеров унов приземлили. То ли уброс, то ли скоро на выход. Как говорится, дружба дружбой, а святое святого. А также все, чему нет аналога. Скажу вам так. За одну только мысль о терроризме расстрел. А под терроризм у нас попадает все, что не попадает под другие статьи. Которых, к слову, в нашем уголовном кодексе больше, чем во всех священных заповедях ведущих мировых религий. Но на этом мы останавливаться не планируем. А кодекс сулит лишь об одном. Мы не должны лезть на рожон, нащупывая придавленные яйца такой же судьбы. Когда я говорю «мы», это я имею в виду всех вас. Нас бог уже и так наказал. Особенно Альмичновича приковал его к рулю гондолы, заведомо поставив ограничительное управление. Ужас. А ты дрейфуй в нейтральных водах и в таком же статусе. Промяком нарыв. Кошчунство. Послушайся, зел с руками Гермеса наказал Прометея меньше, чем господь наградил Альтитановича своей должностью. Но не будь он капитаном. Вмиг нащупал единственный верный курс. Как для себя, так и для своих юнгов. Разглядел удалеке спасительный маяк. И словно мотылек на голубой огонек пошел на неизбежную стыколку с Ауророй. На пути его следования збагары пираты не раз пытались пробить фюзеляж гондольера, вооружившись васильками и молитвами. А у 20-м вообще хотели узять на абордаж. Все четно. Бироговая охрана с похороничными катерами коллективного Востока работала на ура. Своевременно доставляя боеприпасы и провизию на борт Алькуковича. И все это стало возможным лишь благодаря тому, что никогда не нарушался морской устав. А тот, кто только подумает посягнуть на святое, тот от святого и погибнет. Точка. До смешного дошло. Слушайте, так называемый некогда лидер, некогда народа. По первому чиху прибыла на прощальный ковер к своим спонсорам. Американцам. Походили, пофотографировались, отпанихидились или что там у них. Короче, отпоминились, обменялись поцелуями через официальное рукопожатие. И все. По сложившейся традиции положили им у узелок шоколадку. Одну на всех. Чтобы так называемая делегация пребывала у приподнятого настроения до посадки у очередной точки сбора. Крох с барского стола у виде обеспокоенностей и обещаний. То ли дела мы. Если уж мы куда и летим. А мы всегда летим у одном направлении. Даже если нас там особо никто не ждет. У нас всегда есть четко поставленная перед собой цель. Долететь. А дальше действовать по обстоятельствам согласно политическому рельефу местности. Но мы никогда не возвращаемся с пустыми руками. А все везем народу. Терпение, стойкость и очередные кредиты. А также большой привет от старшего брата у виде ибупрофена. Учитесь и благодарим. Никому не париться. У нас есть план. Пока некоторые недальновидные умники на Западе отказываются на отрез от российских природных ископаемых. Наши белорусские ископаемые дожидаются бартера с тем же Западом, но строго по нашей системе. Взамен на послабление к нам применяемых незаконных санкций, а где и их полную отмену, мы держим и исправно кормим тех, кто в 2020 году покусился на пост главы своего государства. Об чем я говорю, немногие знают. Но случился слив по нашей вертикальной системе трубогазопровода у одной из римских бань, построенных по белорусской технологии. Как говорит один из участников водочно-венечной конспиративной встречи, возможно даже с девчонками, ему птичка нашептала, так сказать сорока на хвосте принесла, а гусь на него же нагагакал. Что мужа той самой, которую мы не признаем, готовы к ней же и отправить при первой удобной для нас возможности. Особенно, если замаячит вероятность отмены санкций. Ну или просто они западники. Поговорать по-людски с предводителем наших людей. И вот тогда, с учетом того, что нам всем тут не до закону, мы, не нарушая его, пойдем в обход. И вытащим туза с рукава осужденного из камеры со всеми его тараканами. И перебросим через литовскую колючку, в которой может запутаться даже лось. И пусть он там посмотрит, как его примут и накормят три раза в день горачей пищей. И займут делом. Не будет времени у его жены больше тягаться по миру и клянчить подачки. Будет делом заниматься наконец-то. Мужу готовить, в том числе, ужин вечером. А не с вечерком пляны пляновать. По лишению нас продуктов и ринков. Вот пусть там всей семьей обживаются. И благодарят Господа. И его руку дающую. Которая не просящая. Внимание! Самодеятельность и предательство. Только мы успели запретить вывоз на загнивающий запад самого дорогого, что у нас есть. А именно нашего стратегического гречневого мучного запаса. Как у Витебской области, как его там этот орган. И у Гродницкой тоже оба органа воспалились и разрешили из своих округов вывозить в неподдающихся объятию объемах все, что угодно. Это мятеж, я так считаю. И виновные у желания пополнить областную казну у обход главного центра будут казнены. Но по закону. У нас, благо слава Богу, за попытку всяких незаконных актов введен возможный расстрел. Как я вам уже ранее докладывал. Ну, откровенно говоря, Альвышкович давно говорит, что надо быть самостоятельным. Так сказать, взять на себя ответственность. А после усе предъявленные обвинения. У нас схема такая. Сначала мы тебе, а потом ты нам до конца своих дней. Давно было сказано, у нас заступают не на должность, а на службу. А вы знаете, как поступают со срочниками, ушедшими у самоволку. Так сказать, на губу, это еще мягко сказано. Но по-вторюсь, инициатива на местах приветствуется. Однако всегда имеет печальные последствия. Но только для тех, кто захотел как лучше, а не так, как надо. Однозначно. И о наших передовых технологиях. Требедень положительно влияет только на тех жвачных, что изначально находятся в загоне. А на остальных отдельных, вы сами знаете, не хочу повтораться. Страх берут. Новости спорта. Наши игры им не игрушки. А их забавлялки-прыгалки нам сто лет не надо. Точка. И о погоде. Всем готовиться к посевной. Ибо, как говорили, во времена оброка, что посеешь, то не твое. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»